Дерби Северного Лондона – отдельная глава в истории английского футбола. По эмоциям болельщиков и накалу страстей в матче – это одно из самых знаковых противостояний на родине футбола. В нынешнем сезоне команды подходили к принципиальному матчу в примерно равном разобранном состоянии. Шпоры в рамках премьер-лиги проиграли две предшествующие встречи Crystal Palace и Chelsea с одинаковым счетом 0-3. У канониров сезон начался с трех подряд поражений. Ситуация начала улучшаться после двух минимальных побед над аутсайдерами, но слухи об увольнении Микеле Артеты не переставали быть актуальными. Первое дерби Северного Лондона впервые за два года в присутствии зрителей получилось на загляденье. По итогу матча на Эмирейтс фанаты Арсенала были без ума от счастья, чего не скажешь о гостевом секторе. Подопечные Артеты по всем статьям уделали своих оппонентов, сделав результат по большей части уже в первой половине встречи. Открыл счет уже в самом дебюте воспитанник канониров Смит Роу, воспользовавшись ошибкой Санчеса. Спустя 15 минут все тот же 10-й номер Эмсенала разыграл шикарную стеночку с Абамиянгом и капитан удвоил преимущество. Под занавес первой 45-ти минутки неуклюжая потеря мяча Кейна у чужих ворот привела к третьему пропущенному голу Тоттенхэма в исполнении Букаио Сака. Во втором тайме гостей хватило лишь на гол престижа Сона. Что же происходит с Тоттенхэмом? Наверняка после этого тура Нуну Эшперито Санто будет возглавлять список тренеров на выход. Шпоры выглядят слишком импотентно и безвкусно при оппозиционных атаках. Команда имеет огромные дыры в центре обороны. Постоянная перетусовка центральных защитников результата не дает. Три матча подряд Тоттенхэму отгружают по три мяча. Молчат и главные лидеры, от которых ждут результата. Кейн, Сон, Моура и Дели Али выглядят своей бледной тенью по сравнению с прошлыми сезонами. Несостоявшийся переход горожанам явно не пошел на пользу Харри Кейну. Со стороны кажется, что роман Кейна и Тоттенхэма исчерпал себя полностью. Обоим сторонам нужны новые эмоции. Чтобы не загубить карьеру и завоевывать кубки англичанину, стоит срочно поменять клубную прописку. А клубу стоит хорошо поработать на трансферном рынке в поиске нового ключевого игрока, вокруг которого будет строиться игра команды. Слабо верится в ближайшее время, что Тоттенхэм изменится в лучшую сторону. Будем следить за развитием событий, а это был Live Sporting Tribune, спасибо за внимание.